Рокси Нокс Наследница для босса Глава первая Даша, ты случайно не умеешь гадать на кофейной гуще? Задумчиво спрашивает босс. Случайно умею. А что у вас там? Вытягиваю шею, чтобы заглянуть в его чашку. Мне кажется, или у меня тут половые губы? Смущенно закашливаюсь и забираю из его рук чашку. Развратное козлище. Везде они ему мерещатся. Смотрю на коричневый рисунок и сначала краснею, а потом зажмуриваюсь. Плохой знак, мрачно заявляет Мирон Амирович, наблюдая за моей реакцией. Ну что вы, это всего лишь кукуруза. Натягиваю на лицо улыбку. Кукуруза? Да, раскрытый початок. А что ты покраснела тогда? С подозрением сужает глаза. Да просто что-то жарко у вас в кабинете. Обмахиваю пальцами горящее лицо. Может, окно приоткрыть? И к чему бы мне вылез початок, хмурится босс. Да что ты мне зубы заговариваешь? Женские причиндалы это. Так я и знал, что безумный старик что-нибудь затеет. Неспроста он всю семью сегодня собирает. Мирон Амирович встает с кресла и принимается мерить шагами кабинет. В панике покусываю ручку. В таком состоянии он способен на что угодно. Например, отправить меня зажаренной курицей, которую ему категорически запретил гастроэнтеролог. Наверняка впишет в завещание только моего брата. Я в последнее время редко его навещаю, все некогда. И вот теперь все денежки утекут к Руслану, когда они мне так нужны. Страдальчески закатывает глаза. Что же делать, Даша? Дождаться новостей и не паниковать раньше времени? Предлагаю робко. Да как не паниковать, когда у меня в кружке приз... Початок! Пожимаю плечами и незаметно протискиваюсь бочком к двери. Только бы за курицей не послал, а то потом придется его реанимировать. Кукуруза — это символ успеха и удовольствия. Говорю, чтобы его успокоить. Удовольствие, говоришь? Переспрашивает странным голосом и мажет взглядом по моим ногам. Да с чего бы это вдруг? Расстался со своей очередной пассией и сексуально изголодался? За год совместной работы он ни разу не ощупывал меня взглядом. Или на него так подействовал пошлейший рисунок на кофейной гуще? Надо же, ведь и вправду похоже на то самое. Забираю чашку с собой в приемную, чтобы она его не нервировала. Мне еще до конца дня с ним работать. Готовлю документы и несу к начальнику на подпись. Надеюсь, он уже успокоился. Так и есть. Лежит расслабленно в кресле и крутит пальцами авторучку. «Подпишите?» Раскладываю перед ним бумаги. Но он смотрит не на них, а куда-то вбок. На мое бедро. Выпрямляюсь и выжидающе смотрю на босса. Взгляд у него сегодня какой-то огненный. Смотри, спалит к чертям собачьим. «Все хорошо, Мирон Амирович!» Разглаживаю ладонями, примятую от долгого сидения юбку. Следит за моими руками и спрашивает. «Даша, а сколько ты уже работаешь у меня?» «Почти год», закладываю руки за спину. Не нравятся мне его сегодняшние разглядывания. Луна в ретроградном Меркурии на него, что ли, так влияет? «Почти год, и мы ни разу не парились вместе в сауне?» С удивлением произносит он. На моей руке дыбом встают волоски. Только этого не хватало. Что еще за разговорчики пошли? Неосознанно представляю его сальное тело, как у гладиатора, с широкими плечами и полотенцем, обернутым вокруг бедер. На его бородке застыли капельки конденсата. Он выходит из парилки, сбрасывает с себя полотенце и, передвигая мускулистыми ногами, идет к бассейну. Здесь фантазия обрывается. Я чувствую, что к моему лицу приливает жар. Что вы, смущенно улыбаюсь, это же неэтично. Как-то я раньше не замечал, что у тебя такая красивая фигура. Конечно, не замечал. У него тут девушки табунами ходят, с которыми мне сложно конкурировать. Природа не обидела меня внешностью. Я ею вполне довольна. Даже светлые волосы у меня настоящие, а не крашеные, как у подруг босса. Но все равно мне до них далеко. Мои щеки розовеют, и ведь не уйдешь, пока не подпишет документы. А он не спешит ставить подпись. Взгляд его перескакивает с моей шеи на грудь, с груди на ноги. Как будто я лошадь на скачках, и он раздумывает, поставит ли на меня деньги или нет. Фух, аж жарко стало. Мирон Амирович, наконец, отлипает от моей фигуры и смотрит на бумаги. Размашисто подписывает, складывает в стопку, и передает листы мне. Наши руки встречаются, и, клянусь, он специально касается меня пальцами. Из его кабинета практически вылетаю, хотя всеми силами стараюсь не бежать. Меня спас трезвонящий телефон, вроде как спешу ответить на звонок, а не от босса. Я нежная фиалка, бледнеющая от разговоров с красивым мужиком, но разговоры про сауну и мои последующие фантазии мне определенно не понравились. Мирон Амирович Чедаев из тех людей, которые наделены немалой властью и могут себе позволить делать, что захотят. А уж с женщинами он и вовсе не церемонится. На предприятии ходили слухи, что он спал с предыдущей секретаршей, и бедняжка уволилась, потому что босс разбил ей сердце многочисленными интрижками. «Приемная директора компании «Мирстройинвест»,» отвечаю на звонок заученным текстом. «Мир-мир не занят», спрашивает приторный женский голос. «Сейчас узнаю. Как вас представить?» Могла бы и не спрашивать, я прекрасно поняла, кто это. Валерия. Пассия Мирона Амировича. Только у нее есть привычка звонить на работу и называть его по-дурацки «Мир-мир». «Лерой представить?» Босс как раз выходит из кабинета с кейсом в руке. «Куда это он?» «Встреч на сегодня больше нет». «А, к дедушке, точно!» Накрываю трубку ладонью и шепчу. «Вам Валерия звонит». Мирона Амирович складывает крест из рук и одними губами говорит. «Меня нет». Вот так всегда. Они ему надоедят, а мне прикрывать его спину и врать. Но я уже привыкла. «Он на совещании», бодро рапортую в трубку. «Перезвонит, как только освободится». «Ага, перезвонит, как же!» фыркает в трубку Лера. «Два дня уже игнорирует». «Наигрался, что я могу сказать?» У него отношения с девушками долго не задерживаются. Туда-сюда уже размолвка и новая женщина. Так что нет смысла даже привыкать к его быстро меняющимся девушкам и запоминать их имена. Кладу трубку и вопросительно смотрю на босса. «Даша!» «Я поехал на ужин к деду Хасану. Пожелай мне удачи!» Неожиданно просит Мирон Амирович. «Удачи вам!» Скрывая удивление в голосе, говорю я. Глава вторая Мирон Сегодня взглянул на Дашу новыми глазами. Почему раньше не замечал, что у нее такая сексапильная фигурка? Понял, почему. Зарекся после Леночки, моей предыдущей секретарши, совмещать работу и секс. Оказывается, ничего хорошего в этом нет, когда твоя пассия весь день мозолит глаза. Сажусь в свой Роллс-Ройс и включаю легкую музыку. Ужин с дорогой семьей – это поистине испытание, поэтому мне необходимо успокоиться. Выезжаю из города в направлении селения, где обосновался дед. У старика трехэтажный коттедж с собственной конюшней, бассейном и персиковым садом. Стоит он на возвышении и незамеченным сюда не подобраться. Старик давно отошел от дел, но безопасность ценит превыше всего. Дорогой братец Руслан уже на месте. Как всегда, не упустит возможности показать, какой он хороший внук и примерный семьянин, в отличие от меня. Захожу в дом и натыкаюсь на племянников. Уши тот час закладывает от их громкого ора. Полный абзац. А потом они еще спрашивают, почему у меня до сих пор нет детей. Да потому что в жизни я ценю тишину, а не хаос. Дядя Мирон! Облепляют меня, как мухи пацанята. По неизвестной причине я им нравлюсь. Одного покружил, другого прокатил на спине. Все, с меня довольно.